В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В преддверии единого дня диспансеризации муниципальные депутаты проверили свое здоровье. Много знакомых было. Сказали, что очень удивлены тем, что вот такой хороший центр. Сотрудники ГИБДД устроили масштабный рейд по большегрузам. Было остановлено большое количество большегрузного транспорта. Выявлен ряд нарушителей. Профилактическая акция «Безопасные каникулы» проходят в школах муниципалитета. Согласно закону Московской области номер 148, все дети Российской Федерации и Московской области в частности должны находиться дома не позднее 23 часов. В преддверии единого дня диспансеризации депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа прошли профилактический осмотр. В новом центре диспансеризации население побывала и наша съемочная группа. Новый центр диспансеризации, который открылся буквально на днях, оснащен всем необходимым медицинским оборудованием. Пациенты уже оценили и удобство расположения в отдельном здании на территории Видновской районной клинической больницы. Пройти профилактический осмотр решили депутаты фракции «Единая Россия». Много знакомых было. Сказали, что очень удивлены тем, что вот такой хороший центр, что можно прийти спокойно, свободно. Профосмотр занимает в среднем около 45 минут. За это время можно проконсультироваться с терапевтом, измерить рост, вес, артериальное давление, сдать анализы крови, сделать ЭКГ и флюорографию. В ближайшее время в центре можно будет получить более широкий спектр медицинских услуг. Диспансеризация не подразумевает специалистов. Это определенный скрининговый метод, направленный на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических заболеваний. Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Татьяна Ершова отметила удобное расположение центра, вежливость персонала и качество медицинских услуг. Нет никаких больших очередей. К доктору можно обратиться, к терапевту, я уже успела побывать, с любым вопросом. Сразу дают разъяснение, пояснение, направляют. Результаты профилактического осмотра можно узнать у участкового терапевта. Также работает портал телемедицинской консультации, по которому врач, если необходимо, связывается с пациентом. Информация подгружается на госуслуги. Пациент сам видит по окончанию диспансеризации результат своих обследований и за консультацией возвращается к тому доктору, который его направил на прохождение диспансеризации. Но для того, чтобы это все подгрузилось, человек должен пройти в полном объеме тот объем, который необходим для определенной возрастной группы. Партийцы прошли все этапы обследования и рекомендуют также проверить свое здоровье жителям городского округа. Для прохождения диспансеризации при себе необходимо иметь медицинский полис и паспорт. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЕ ТВ. Сегодня у нас в гостях заведующее отделением медицинской профилактики взрослой поликлиники ВРКБ Лариса Соловьева. И мы поговорим о факторах риска развития хронических заболеваний и вредных привычках, которые влияют на наше здоровье. Здравствуйте, Лариса Владимировна. Давайте для начала расскажем нашим телезрителям о том, что же такое хронические неинфекционные заболевания, что в них входит. К хроническим неинфекционным заболеваниям относятся заболевания, которые могут привести к смерти. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, относятся онкологические заболевания, сахарный диабет, болезни легких. Поэтому профилактика этих заболеваний является неотъемлемой частью для здоровья человека. И необходимо поддерживать здоровье и профилактировать эти заболевания. Давайте как раз об этом сейчас и поговорим. Что же должен делать человек, чтобы у него не возникло или вовремя определил наличие у него хронических неинфекционных заболеваний? На сегодняшний день, конечно, каждый человек должен самостоятельно заботиться о своем здоровье. Ну и, конечно, с учетом моей специфики, конечно, необходимо, чтобы каждый человек ежегодно проходил диспансеризацию. Потому что, несмотря ни на что, в процессе прохождения диспансеризации мы выявляем впервые и онкологические заболевания, и факторы риска развития сердечных сосудистых заболеваний, и артериальную гипертензию, корректируем повышенные цифры давления и, соответственно, гипертоническую болезнь, нормализуем показатели, влияющие на показатели жизненно важных органов. И, соответственно, человек, придя на диспансеризацию, проходит весь медицинский осмотр в полном объеме, и врач дает ему рекомендации, к которым относится как раз профилактика хронических неинфекционных заболеваний. Ну, в частности, пищевые рекомендации. Как бы у многих людей на сегодняшний день из-за неправильного питания, из-за стрессовой ситуации развивается тяга к складкому, развивается желание кушать, особенно в ночное время. И поэтому, конечно, необходимо каждому человеку заботиться о себе и, соответственно, предпринимать какие-то меры. Для того, чтобы не есть чрезмерное количество пищи, которое и не необходимо, потому что мы ведем все сидячий образ жизни и, соответственно, не тратим много энергии физически, нам необходимо не такое большое количество килокалорий на каждый день. Поэтому необходимо переключаться, например, не кушать, а пойти прогуляться, выполнить какую-то работу по дому перед тем, как начать ужин. И, соответственно, отвлекаешься и не принимаешь столько пищи, сколько изначально хотелось бы. Также необходимо профилактировать и вредные привычки. На сегодняшний день уже ушли и в прошлое такие вредные привычки, как курение. Люди как бы ходят в тренажерные залы, занимаются занятиями со скандинавскими палками, соответственно, проходят 10 тысяч шагов. И это как бы когда человек начинает эти занятия, он втягивается и уже не может представить последующий день без занятия со скандинавскими палками. И вот хотя бы сначала нужно, если человек работает достаточно рядом с домом, ходить до работы и обратно, ну, не курить. Ну, а кофе, например, оно вредно, полезно? Вот я знаю, что долгое время велись споры, поэтому... Да, вот практически прием чашки кофе, он не вредит. Ну, кофе должно быть хорошим, сваренным, хорошо приготовленным. И кофе должно быть настоящее, из молотых зерен. Это кофе не является вредным. И даже человек, имеющий склонность к повышению давления, может принять чашку кофе с утра. Также, ну, как бы это генетически обусловлено, но есть такие люди, которым, в принципе, их, конечно, немного, но, в принципе, не вредно употреблению кофе. А так, одна-две чашки кофе в первой половине дня достаточно вреда не несет организм, если только оно хорошее, настоящее кофе. В общем, живем без вредных привычек и все в меру, правильно? Да. А при этом хочется сказать, что спать необходимо ложиться где-нибудь не позже 10 часов. Почему? Потому что в промежуток времени с 22 где-то до 3 часов ночи вырабатывается гормон мелатонин, который контролирует весь гормональный фон организма. И, соответственно, если человек в это время бодрствует, у него происходит гормональный сбой. И, соответственно, идет разлад во всем организме. Поэтому вот рекомендации здоровый сон желательно хотя бы ложиться в 10-11 часов, но не позднее. Также вред гаджетов хочется отметить. Гаджеты, они как бы влияют на нашу нервную систему, вызывают стресс. Поэтому, естественно, за несколько часов до сна нужно отложить и выключить все приборы, не смотреть телевизор. Как бы это должно вот как бы тоже тонизировать нервную систему на благоприятную работу. И хорошее засыпание. Спасибо вам большое, Лариса Владимировна, за такую содержательную беседу, за то, что пришли к нам в студию. Ну, а я напоминаю, что в гостях у нас была заведующая отделением медицинской профилактики взрослой поликлиники ВРКБ Лариса Соловьева. Госавтоинспекторы стали более пристально контролировать передвижение большегрузного транспорта по дорогам округа. Сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд, в рамках которого напомнили водителям фур о соблюдении правил дорожного движения. Тему продолжит Наталья Буслаева. Профилактическое мероприятие прошло на одной из трасс, которую чаще всего выбирают водители большегрузного транспорта. Во время рейда инспекторы раздавали информационные листовки, проводили беседы с водителями на разные темы о запрете вождения автомобиля с техническими неисправностями, превышении скорости, загрязнении проезжей части и перевозке сыпучих грузов без тента. Было остановлено большое количество большегрузного транспорта, выявлен ряд нарушителей, перевозивших груз неправильно, в том числе и не пристегивающихся ремнем безопасности. В результате профилактического рейда нарушителям правил дорожного движения было выписано несколько административных штрафов. Был составлен ряд административных материалов, как то тахографы, неправильная перевозка грузов, возят песок, его не накрывают. И неправильно используют ремни безопасности. Такие рейды сотрудники ГИБДД проводят регулярно. Мероприятия нацелены на повышение безопасности дорожного движения при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, предупреждения и пресечения нарушений. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видномском художественном техническом лицее прошла профилактическая акция «Безопасные каникулы». Представители правоохранительных органов ГИБДД, полиции и прокуратуры встретились с ребятами из восьмых классов. Весенние каникулы в Подмосковье у школьников начинаются с понедельника, 3 апреля. У детей и подростков появится много свободного времени, которые, как уверяют правоохранительные органы, некоторые из них могут потратить отнюдь не с пользой для себя. Сегодня сотрудники различных правоохранительных органов и систем, которые занимаются подростками, проведут профилактику с ребятами, расскажут им различные темы безопасности и безопасного поведения наших подростков, в том числе и административной ответственности. Будем говорить также о таких нарушениях, как мелкое хулиганство, что у нас встречается в школе, к сожалению. Мы об этом, в принципе, говорим постоянно во всех школах. Но сейчас на тот период, что сейчас потеплело, все вышли на улицу, это особенно актуально. В ходе профилактической акции безопасные каникулы перед учениками ВХТЛ выступили представители ГИБДД, комиссии по делам несовершеннолетних, администрации и ВИДНОвской прокуратуры, которая и организовала мероприятие. Подросткам напомнили, что курение и распитие спиртных напитков лицами до 18 лет запрещено законодательством, как и нахождение на улице после 23 часов без сопровождения взрослых. Курение, статья 624, часть 1, часть 2, она у нас оформляется, если ребенку исполнилось 16 лет, согласно административному кодексу, и ребенок попадает на комиссию по делам несовершеннолетних совместно со своим законным представителем. Проводится профилактическая работа, ребенок ставится на профилактический учет. Согласно закону Московской области номер 148, все дети Российской Федерации и Московской области в частности должны находиться дома не позднее 23 часов. Также ребятам напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Такие профилактические мероприятия в преддверии школьных каникул проходят во всех школах муниципалитета. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» прошел единый день сдачи норм ГТО. В этом году в нем приняли участие более 150 жителей Ленинского городского округа. А тех, кто стремится заполучить заветный золотой значок в репортаже нашего корреспондента Юлии Погасьян. В Ленинском городском округе нормы ГТО сдают с 2015 года. За это время через испытания силы воли прошли более 10 тысяч жителей муниципалитета. Это взрослые дети в возрасте от 6 лет. В основном, конечно, школьники. Ведь ГТО позволяет повысить вступительный балл в высшее учебное заведение. Однако для большинства участников этот проект – путь к здоровому образу жизни. Люди стали понимать свои силы. То есть они раньше не знали, а благодаря этим тестам они хотя бы понимают, сколько они должны в их возрасте бегать, как они должны качать пресс. Ну и вообще все эти нормативы, я считаю, комплексно развивают человека. Без этих тестов люди не готовились, не старались. Теперь, поскольку они знают, что тесты сдавать нужно, они заблаговременно начинают готовиться. Кто-то никогда в жизни не бегал, теперь начал бегать, потому что в любом случае ему нужно сдавать. Кто-то бегает на лыжах. Я считаю, что это комплексно укрепляет здоровье и очень полезное мероприятие. С недавних пор количество обязательных дисциплин уменьшилось. Теперь претенденты на заветный значок ГТО проходят семь испытаний. Сегодня во дворце спортовидное порядка 150 участников единого дня сдачи норм ГТО. Сдают силовые дисциплины и челночный бег. Остальные им предстоит пройти в течение года. Вообще все очень классно. Все у меня получилось. Все на золото сдали. У меня очень все круто. Организаторы, большой привет и большое спасибо, что организуете такие для нас интерактивные соревнования. Сегодня свои значки получили участники прошлого года. Среди них 11-ти классник Розион Мерко. Несмотря на то, что молодой человек давно занимается баскетболом, испытания им удалось нелегко. Были некоторые нормативы, на которые пришлось попотеть, потрудиться, чтобы их заработать. Некоторые дались чуть легче, некоторые чуть труднее. Но в принципе все реально, все можно выполнить. В этом году в системе тестирования нововведения. Временной отрезок между ступенями сдачи ГТО уменьшился. Все доступные 18 золотых значков можно получить гораздо быстрее. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова